МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На территории храма Рождества Христова многолюдно, несмотря на поздний час, ночь на 7 января особенная, потому сотни армаверцев и гостей города, и дети, и взрослые пришли в церковь, чтобы разделить радость рождения Иисуса Христа вместе с другими. Торжественное богослужение в честь этого события возглавил епископ армаверский Лобинский Игнатий, сослужили ему настоятель храма Протеерей Хиангелеван к лирике. Не оставили без внимания мероприятия первые лица города. Традиционно глава армавера Андрей Харченко, а также председатель Думы Александр Поляков принимают участие в торжественных рождественских богослужениях. Они, как и сотни других прихожан, отстояли всю службу. Торжественные богослужения в честь Рождества Христова прошли во всех храмах города. Отмечу праздновать приход в мир спасителя христиане будут 12 дней. Этот период до крещения Господня называется святыми днями или святками. Это время отдыха, колядок и дел милосердия. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавера. Почти 90 дворовых территорий многоквартирных домов были благоустроены в Армавере за два года. Это стало возможным благодаря участию муниципалитета в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Так только в 2017-м масштабная реконструкция была проведена в 79 дворах. В 2018-м по действию проекта попали еще семь объектов. Средства черпали из бюджета в трех уровней – городского, краевого и федерального, и ни копейки не брали жильцов. Кроме того, в рамках программы ведется и благоустройство общественных территорий. В 2017-м году преобразились шесть скверов и парк культуры и отдыха. В 2018-м первый этап реконструкции начался в Комсомольском парке. В 2019-м работу здесь планируют завершить. Новая школа появится в скором будущем. В Урмавире уже готов проект образовательного учреждения. Его вы видите на своих экранах. Построить школу планируют в микрорайоне Северном. Получить образование здесь в одну смену смогут сразу 1100 человек. Хочу сказать, что все, что связано с наличием проектной документации положительного заключения экспертизы уже на новую школу 1100 мест, мы все эти документы имеем, мы имеем положительное заключение экспертизы, мы его получили. В 2018-м году, в первом полугодии, мы прошли конкурсный отбор и будем надеяться, что нам доведут лимиты финансирования на 2019-2020 годы, а может быть, наверное, частично 2021 годы.